Начинаем с приятного события, вручения наград Белгородской областной думы. Седьмая сессия седьмого созыва Белгородского городского совета началась с награждения депутатов. Благодарности от областной думы вручила первый заместитель председателя Любовь Киреева. Мы должны быть единой дружной командой. И городские депутаты, и областные депутаты, и администрация города Белгорода. На ваших плечах тоже лежит огромная работа. Большой труд сегодня выполняет ваши управы. Ольга Викторовна вместе с вами. В целях обеспечения безопасности участников сессии и постоянных комиссий депутаты внесли изменения в регламент горсовета. В связи с оперативной обстановкой бывают случаи, когда проведение сессии ограничено. Соответственно, мы приняли решение о проведении возможности дистанционной и очень дистанционной формы проведения сессии. Вторым вопросом заслушали отчет о деятельности контрольно-счетной палаты города Белгорода в 2023 году. Всего проведено 138 мероприятий, 13 контрольных и 125 экспертно-аналитических. Объем проверенных средств составил 4 миллиарда рублей. Установлено 3134 нарушения, недостатков рисков на общую сумму почти 21,9 миллиона рублей. В сравнении с предыдущим годом наблюдается рост количества, но снижение объема финансовых нарушений. Из них подлежат устранению на 13 миллионов 173 тысячи рублей. В основном это нарушения, допущенные при исполнении муниципальных контрактов 64,4%, а также при введении бухгалтерского учета 25,2%. Прошлый год был трудным и, как отметили в КСП, городской администрации приходилось принимать порой неординарные решения. Но закон никаких послаблений не дает и проверки провели в полном объеме от запланированных. Хотя, по словам председателя КСП города, они стараются работать на предупреждение нарушений. Мы радуемся, даже когда меньше проверок, несмотря на то, что мы контрольный орган. Мы действительно контрольный орган, но не надзорный. Поэтому мы готовы делать превентивные меры, давать людям дорожные карты, как необходимо правильно не нарушать, не рисковать и правильно расходовать бюджетные средства. Городское управление культуры вышло с инициативой дополнить мемориальный комплекс погибшим на Камышитовом заводе в 1942 году белгородцам. На одну из стен монумента предложили нанести цитату из книги Александра Крупенкова для передачи атмосферы той страшной трагедии. Звучать она будет так. Раздались души, раздирающие крики и плач. От тесноты убитым некуда было падать. Они стояли прижатые теми, кто еще был жив. Матери своими телами прикрывали грудных и малолетних детей в надежде, что спасут их от пули. И после расстрела кому-нибудь из них удастся выбраться из этого ада. Всего на сессии депутаты рассмотрели 20 вопросов. Решили увековечить память Виталия Восторопского, погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО. Оно предусматривает установку мемориальной доски на здании Белгородского юридического института, где учился военнослужащий. А следующая сессия седьмого созыва Белгородского городского совета пройдет 28 мая. Александр Гладков, Сергей Щекалов, Белгород Медиа.